Я хочу начинать сегодня у нас тут для пасторов и лидеров. Для пасторов и лидеров любой вопрос всегда это важный вопрос. Поэтому и вечернее собрание сегодня, вечернее собрание, конечно, я буду молиться за исселение и тому подобное. Я люблю молиться за исселение, вернее не так. Я должен молиться за исселение, не то что люблю, но я должен это делать, потому что если я это не сделаю, вернусь в Киев расстроенным, недоволенным, что я не высвободил то, что надо было. Поэтому я должен молиться за исселение обязательно. Поэтому я очень рад. Библия говорит, я когда-то недавно думал, изучал жалобы пасторов. Я не знаю, вы когда-нибудь такое изучение не делали быстрее всего. Жалобы пасторов. Притом я изучал так, о чем жаловались пастыры в 15 веке. И вот обнаружил, что пастыры в 15 веке жаловались, что люди непостоянные. Они иногда приходят, не приходят. Не всегда жертвуют достаточно. Но и другие давления со стороны разных организаций и властей и тому подобное. Притом это в разных странах. Это было в 15 веке. Я подумал, ой, интересно, а что же было в 17 веке? И там писали. Ну, там немножко давления, люди непостоянные. И как-то иногда не хотят покаяться, непосвященные, обещают, не делают. И когда я прошел вот 21 век, я обнаружил, что проблемы во всех веках были все время одинаковые. Абсолютно одинаковые. Это меня так удивило. Чуть-чуть вариации могут меняться немножечко. Но небольшие. Какой-то год был холоднее, чем другой. Где-то были финансовые проблемы больше, чем другой. Но проблемы одинаковые. И тогда я задумал, а как же некоторые пастыры были успешными, а другие нет. Хотя проблемы приблизительные, одинаковые. И вот я сразу вспомнил, слышал я историю одного пастора, который обещал своему сыну, что Син, я хочу с тобой сегодня поиграться, только пока я приготовлю свою проповедь, а ты собери мне пазл, мозаику такую. И пастор подумал, что Син займет два часа, чтобы собрать, и как раз он свою проповедь готовит. И потом пойдут играться. Он удивился, потом через пять минут пришел, Син и сказал, я собрал. И папа сказал, не может такое быть. Это занимает долгое время. Он сказал, папа, ты не уловил. Дело в том, что собрать на стороне пазла, там лицо человека. Поэтому все, что я сделаю, это собрать человека и пазл на месте. И получается, что раз проблемы одинаковы во всех веках, и кто-то успешен, кто-то нет, наверное, наше ударение должно быть на человека. Потому что обстоятельства, они констант всегда. Пойдите в любую страну, приблизительно одинаково. Я недавно проводил собрание в Каире, в Египте. Такие фестивали Иисуса для неверующих на улице. Потом провел собрание для пасторов. И приблизительно такие же проблемы, как в Новосибирске. Единственное, там теплее гораздо, а здесь чуть холоднее. Поэтому ключ, наверное, не в обстоятельствах вокруг нас, не в условиях вокруг нас. Ключ в нас самих. Я знаю многие пасторы, которые ждут, что придет такая атмосфера в России. Просто сама атмосфера гоняет людей в церковь. Ну, может быть. И это будет большое историческое чудо, потому что еще не было, чтобы обстоятельства, атмосфера загоняла людей в церкви. Но все зависит от пастора, от церкви, от лидеров. Это я помню себя, когда мне было шесть месяцев. Не все полностью помню. Много из этого мама уже дополнила. Досказала мне. Но я помню, что я однажды решил, хочу ходить. Вот. Вот решение я помню. А потом все со мной мама сказала, что ты пытался встать. И я вставал, падал, вставал, падал. Если бы я до сих пор сейчас вставал, падал, вставал, падал, вы бы сказали, пасторе Геннери, вам что, коласку принесли? Потому что, когда улучшается человек, когда он становится лучшим, проблемы, которые он раньше не мог преодолевать, он гораздо легче преодолевает, когда он развивается. Если церковь имеет одни и те же проблемы, это означает, развитие остановилось где-то. То ли духовное развитие, то ли лидерское развитие, но какое-то развитие остановилось. Не, важность не уменьшилась и не остановилась, но развитие остановилось. Иногда мы путаем между важностью и развитием. Особенно, если мы находимся в атмосфере, где, чтобы с тобой считались, тебе нужен очень важный вид. Иногда мы теряем развитие, хотя мы стали еще важнее перед людьми. Поэтому я хочу призвать к тому, чтобы пасторы, лидеры, давайте мы будем все время развиваться. Все стороны. Тогда мы сможем решать много вопросов, потому что у нас одно, одна жизнь. Одна. То есть, получается, в нашем поколении мы живем один раз. И этот один раз у нас свои обстоятельства. У прошлого поколения было не меньше обстоятельств. У позапрошлом еще не меньше обстоятельств. После нас еще больше обстоятельств. Но приблизительно одинаковые. Поэтому у нас одно поколение, чтобы ради славы Господа отличаться и приносить существенный плод в Царство Божие. Аминь. У нас одно поколение. Я читал статистику, что люди, живущие сегодня на земном шаре, сегодня, если собрать все, кто жили до них и умерли, приблизительно сейчас, живущие сейчас несколько миллиардов, они больше, чем люди, которые жили до этого. Я не проверил саму статистику, но это меня так впечатлило, что если мы завоюем это поколение для Иисуса, то на небе будет большинство. Если мы завоюем это поколение. И, как ни странно, Бог в этом поколении выбрал вас и меня. Наверное, Павел смотрит с неба, если у него есть право на это, и говорит, как жалко, что не я в Новосибирске, я вы вообще. Наверное, Иисус ему говорит, «Не-не-не, там есть люди, которые я приготовил для этого поколения». Петр думает, «Я бы вообще, я бы бросил свою лодку гораздо раньше». Иисус говорит, «Не, там есть люди, имея в виду вы и я». Вот главное, чтобы мы его не подвели. Главное, чтобы не было такое, что мы подвели Господа, потому что Он полагается на нас, что мы достигнем свое поколение. Скажите «Амин». Это очень важно, чтобы мы это осознали. Поэтому это одна из причин, почему я все время, как меня спрашивала одна бабушка, я недавно проводил евангельское собрание в одном городе в Украине. И она говорит, «Можно я буду вашей бабушкой?» Я сказал, «Да, разрешаю». И она говорит, «Теперь как мой внук, скажите мне, почему вы так много ездите, проповедите, не останавливайтесь?» Я сказал, «Бабушка, на пять минут которая, когда я вижу, что Бог ожидает от нас, я не могу успокоиться. Никак не могу. Поэтому я иду, проповедую, люди каются, приходят к Иисусу, мне это важно. Я даже в следующем году собираюсь снова повторить фестиваль Иисуса, курседы в Египте, на этот раз не в Каире, а в другом городе. А перед этим в Дамасске хотим проводить собрание, приводить к Иисусу Христу в Дамасске, рискованно в Дамасске. Я сказал, «На земле нет ни одного евангелиста, который я знаю, который поедет в Дамасске, только я. Поэтому я поеду. Все основные никто, они не поедут туда. Поэтому кто-то должен. Поэтому я, когда я вижу это, я понимаю, что туда никто не пойдет, туда никто не пойдет, туда никто не пойдет, туда никто не пойдет, не пойдет туда, не пойдет. Вот, один сумасшедший должен пойти туда. Поэтому я не сумасшедший, сумасшедший. Я сумасшедший в духе. В этом вопросе. Поэтому мы должны достигать народа Евангелия. Скажите Амин. Я хочу начинать читать второе послание к Тимофею. Второе послание Тимофея, первая глава, седьмой стих. С этого хочу начинать. И мы заодно познакомимся. Слава Богу, слава Богу. Я сказал, пастор Василий, он хотел меня покормить чуть-чуть. Я сказал себе, я покушаю. И я сонный. Я вообще тогда на сцене могу уснуть, а ему придется проповедовать. Поэтому ради того, чтобы он не проповедовал, это «Ибо дал нам Бог духа меня Бог призвал». Я боялся, что вдруг не получится. Я боялся, что вдруг Бог не поможет. Я боялся, что вдруг помолюсь за исцеление, никто не исцелился. Никто не исцелится. Я боялся, Страх держал меня в рабстве. Я много вещей не делал, которые я мог бы делать. Я внутри себя видел, что это есть у меня от Бога. Но я боялся. Вдруг я не так помолился еще. Вдруг я не послелся, как надо. Вдруг мои мысли глупые, они не нужны. Вдруг, вдруг, вдруг. И вот этот страх меня дережал. Даже я помню, когда Бог меня призвал проповедовать в разные народы, я боялся. А вдруг, а вдруг, вот страх. Заметите, что страх и Бог несовместимы. Это надо избавиться от страха. Я задал вопрос Томме Барнетт, есть такой служитель из Америки. Я ему сказал, пастор Томме, вы только что говорили против страха. Скажите мне, в вашей жизни все страхи вы уже убрали полностью? Он сказал, нет, пастор Генри, я не убрал все страхи. Он говорит, я действую вопреки моим страхам. Заметите, убрать страх абсолютно трудно, но надо понимать, страх есть. Дерево есть. Например, едут за рулем, есть дерево. Я жене говорю, сначала уберите все деревья, потом буду ехать. Я еду на трассе, оставляю в сторону деревьев. Я их не трогаю, я не ударяю их. Они стоят, но я еду все равно. Страх это как дерево возле дороги. Садись за рулем, доверяй Господу, еди прямо, игнорируй страх, который так массивно стоит возле тебя. Кто-нибудь скажите со мной аминь? Аминь. Потому что страх мешает развиваться в служении, страх мешает проявлять свои мысли, страх мешает проявлять призвания, страх мешает проявлять даров, страх мешает. Надо игнорировать страх и идти вперед. Поэтому Павел говорит Тимофею, молодому служителю, он говорит, Бог не дал нам дух страха, дух боязни. Когда Бог пришел учить Иисус на винах, единственная библейская школа, где учился Иисус на винах, это Бог пришел к нему. И он говорит, Иисус на винах, да, Моисей умер, теперь ты веди народ. Хорошо. И он говорит, только не бойся, не страшись, только этого не делай, будь мужественным. Опять же, это означает, есть народ, который воюет против Иисуса на винах, а ты игнорируй и смело двигайся вперед. Боже, что мне поможет хранить вот такое внутреннее смелость, книга закона получается день и ночь. И от этого ты будешь укрепляться. Слышат мои слова. Страш не наш друг. Поэтому многие пасторы движимы страхом, я всегда люблю в самом начале сразу этот дух страха связывать. Во имя Иисуса Господь благодарю тебя за пасторов, за лидеров, которые здесь. И там, где доминирует страх. Любой вид страха. Господь, я связываю, я поражаю это во имя Иисуса. И все, кто заложники в страхе, я говорю, полную свободу во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу, слава Богу. Мы не можем жить в страхе. это не воля Божия для нас. Заметите, Бог нам не дал духа боязни, но силы, любви и целомудрия. Заметите, три вещи, которые Бог радуется, когда они проявляются в церкви. Первое, это сила. Я всегда говорю так, некоторые люди придут в вашу церковь только по одной причине, сила Божия. Поэтому, если в церкви не будет сила Божия, вы можете быть уверены, что есть третья группа людей, которые должны были быть, а их нет. Потому что нет проявления силы Божия. Вот, мы любящие церкви, это правильно, но некоторые люди в церкви не ради любви, а ради силы Божия. Скажите со мной, сила. Это я сто процентов уверен, в церкви Божия должна проявляться сила Божия. Вот, поэтому без этого никак. Я вот одна, когда я был, вчера мне, позавчера мне написал пастор, один из пасторов из Египта, из Каиры, он говорит, пастор Геннер, вы не представляете, до сих пор свидетельство идут о людях, которые получили исцеление, когда вы были, и некоторые смотрели онлайн, некоторые на телеканал каком-то, и до сих пор, и они все начали ходить в церковь. Причина сила. Это наша задача, чтобы была сила Божия в церкви. Никогда не станете такими опытными, что сила Божия больше не нужна. Опыт не заменяет силу. Сила нужна. Особенно, если мы крещеные Духом Святым, у нас нет оправдания. Иисус сказал, примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Дух Святой сошел, мы приняли силу, должна быть сила Божия в церкви. Скажи да, аминь. Я помню, когда я пришел в церковь однажды, первый раз, покаялся в Африке еще. И вот, я читал Библию, видел то, что делал Иисус, и я пришел к своему пастору в церкви, куда я пришел. Я говорю, пастор, я только что видел проявление силы Божьей в Библии. Будет проявление силы Божьей у нас в церкви? Я видел, как он потел передо мной буквально. Это был сложный вопрос. Сейчас я его жалею. Думаю, что я перед ним покаялся уже, извинился, говорю, слушай, прости. И он мне говорит, ты понимаешь, как тебя зовут? Я ему сказал, меня зовут Генри. Вернее, Генри, это Генри, это в России меня так переименовали. В Советском Союзе имеется в виду. Вот. И он говорит, ты еще молодой, вырастешь, поймешь. Этим он хотел мне сказать. Ты поймешь, почему не надо силы всегда. Я подумал, ой, то есть я вырасту, и я пойму, почему сила не нужна. Слава Богу, я не вырос до такого. Я помню, что вечером пришел, я был студентом, пришел в общежитие, вернул в хостел, и Бог мне говорил, никогда не оправдывай, не оправдывай отсутствие силы. Все, что ты оправдываешь, оно придет. Ты будешь оправдать бессилие, бессилие придет. Вместо этого признай, что силы нет, и начинай искать, и тогда сила придет. Отдать 10 причин, почему нету силы, ты сделаешь так, чтобы сила не пришла. Я люблю собаки и котов. Вообще люблю животных. Я вообще человек, который любит все, что дышит. Поэтому я не люблю, когда кто-то страдает. Никто не должен страдать. Все должны быть здоровы. Я даже помню, однажды был в Пакистане, девушка привела папу, потому что собака поломала ногу. И вот. И поэтому сказал, пастор Генри обещал молиться за нашу собачку. А я не могу. Собака, вы бы видели эти глаза, на меня смотрят с этой поломанной ногой. Я бы отдал все ради того, чтобы эта собака. Короче, я помолился за собаку. И к моему удивлению, Бог исилил собаку. Я до сих пор, я под впечатлением. Бог исилил собаку. И я думал, если Бог может исилять собаку, Он может исилять и человека. что интересно, Папа покаялся из-за это, за исцеление собак, и сейчас он пастор церкви. И вот поэтому я не ограничиваю Бога никогда. Аминь. но я обнаружил вот эти бездомные собаки, если ты их жалеешь, они начинают приходить к тебе постоянно. А если ты скажешь, вон, через два раза три, они уйдут. И когда мы жалеем собакам, они придут. Когда мы оправдываем бессилие, бессилие придет. оправдываем нищете, нищета придет. Оправдываем что-либо негативное, оно к нам придет. Не оправдывай, не дай причину, аргумент почему то, что не должен быть, есть. Оно не должен быть. Если есть, я воюю, я борюсь, но никогда не надо дать аргумент, чтобы оно пришло. Оно нам не нужно. Скажите аминь. Поэтому нам нужна сила. Вот, сама сила, я больше, наверное, завтра об этом буду говорить, потому что завтра хочу, когда я менее сонним буду, хочу молиться за пасторов с передачей помазания. Поэтому я больше об этой силе хочу говорить завтра. Второй там написано дух силы и любви. Оказывается, некоторые люди в церкви приходят им силы не надо, им нужна любовь. Я не сомневаюсь, что большая часть из этого это женщин. Вот, но когда Бог создал мужчину, Он так создал. Заметите, любовь для кого-то важна. Я помню, мальчик ко мне подошел, говорит, пастор Геннер, хочу вас познакомить с моей сестрой. Я спрашиваю, а вы двое в семье? Нас было трое. И расскажи твою историю. Говорит, мы пришли в церковь победа, вы меня встретили на улице, и я как-то был одет некрасиво, от меня запах, вы меня обняли. И поэтому я пошел, взял сестру, и мы пришли, теперь мы здесь уже давно. Я говорю, расскажи свою историю. Моя мама взяла нас с братом, нас было трое, в детский дом отдала. Мама отвернулась и ушла. Мы стояли, думали, что мама шутит, она сейчас вернется, нас возьмет с собой. Мама не вернулась, ушла. Братик решил побежать за мамой, и его сбил поезд, и он погиб. Мы остались двое, я и сестра. Мы никому не нужны в этом мире. В детском доме ругались, обзывали, унижали. Мы вообще были, просто статистика родилась, и скоро будет новая статистика, умерла. Но вы меня обняли. Для меня это, я не знал, что так хорошо. И он в церкви, ему чудо не надо было. Ему нужно было одно, любовь. Важно, чтобы в наших служениях была любовь. Пастор Генри, мы харизматическая церковь. Да, любите харизматично. Пастор Генри, мы перисадническая церковь. Хорошо, любите перисаднические. Пастор Генри, мы независимая церковь. Хорошо, проявляйте независимую от этого любовь. Заметите, любовь, нужна в церкви. Скажите аминь. Поэтому, когда мы учим своих лидеров, кроме всех остальных миллионов принципов, научите их элементарную любовь к людям, которая выражается словами, действиями и ответами, которые они дают людям. Это так важно. Поэтому я ругал одну женщину в нашей церкви, она лидер. К ней подошла другая женщина, говорит, молите за меня, пожалуйста, мне так нужна молитва. Она ее спрашивала, сколько лет ты уже в церкви? Семь лет. Ты крепкая, иди, моли за себя. И женщина ушла из-за этого. Просто оказалось, что в этой неделе до того умерла ее мама. Она действительно в церкви, семь лет. Она действительно крепкая, но мама умерла. В это время ей нужно было сочувствие, а не вот это жесткое. Иди, молись, Бог с тобой. И она обиделась очень. Элементарная любовь. И Библия говорит любви, силе и целомудрие. В это слово целомудрие по-разному трактуруете его. Говорят, что Синодауни перевод, возможно, неправильно перевел. Должно было быть самообладание. В общем, я думаю, что это слово имеет все это внутри. Целомудрие, самообладание, уметь себе взять в руки. Но мне очень понравилось целомудрие. Это из двух слов целый, целоустремленная мудрость. Целый и мудрость. Вот многие люди в церкви, особенно пасторы, эта целоустремленная мудрость, я его называю стратегичность. И многие пасторы боятся вот это слово стратегии в церкви. Отчасти они считают, что быть стратегичным это быть не в духе. Кто самая стратегичная личность во всей вселенной? Господь Бог. Когда я смотрел, как деревья дают Кислород, а я даю Кислород, я вижу в этом величайшую стратегию у Бога. Когда я вижу, как все работает, земля, зима, лето, все четко, это великая стратегия. Заметите, главная стратегия это Господь Бог. Даже рождение Господа Иисуса. Он не родился в любое время. Он родился в то время, когда дороги уже были, в то время Римская империя, язык общий, и Евангелие пошло очень быстро. Стратегичность. Пасторы боятся стратегичности. Пасторы, когда ты им говоришь про стратегию в жизни, они думают, что либо стратегия, либо Дух Святой, нет. Можно быть в Духе и быть стратегичным, стратегическим человеком. Эти два не противободрствующие друг по отношению к другу. Можно быть в Духе и быть стратегичным. Вот получается, целеустремленная мудрость, стратегичность. Одна из проблем, которые я обнаружил в церквях, здесь мы пасторы, лидеры, мы можем много о чем говорить, это если встречаешь пастора-евангелиста с настроем евангелиста, то вся его церковь сплошнее евангелисти. И в результате многие люди, которые каются, приходят в церковь, они превращаются в евангелисти. Кому не нравится, отпадают от церкви. Вторая группа пастора есть очень любящее пасторское сердце. В церкви сплошная любовь, евангелизма, евангелизации нет. Третья церковь пастора учитель хороший, вся церковь библейская школа, все ученики, все с тетрадьями правильно, сейчас что вы пишете. Но нет ни евангелизма, ни евангелизации и нет ничего другого. А пастор, у которого есть попал на скажем пророческие конференции и вернулся оттуда, вся церковь пророкия. Нет евангелизации, никто не занимается семьями, никто ничем, они все пророки. И я пришел к выводу, что на самом деле церковь должна быть, пастор должен быть весьма стратегичной личностью. Я, например, знаю, к чему меня тянет больше всего, но я буду, было бы не мудрым пастором, если я буду только церковь гонять в направление моих внутренних, к чему меня тянет, то церковь пострадает, потому что один дар или одно проявление чего-то не решит все вопросы людей. И этим мы ограничиваем роста наших церквей. поэтому Библия говорит в постановке Евсианом 4 глава 11 стих написано, ибо он поставил одних написано там, сейчас я найду, я когда к вам приехал, решил быть святым пастором, взял с собой бумажную Библию. И поэтому я учусь его использовать правильно. Мне сказали в России, особенно в Новосибирске, сказали, не забывай о Новосибирске. Нужно выглядеть пасторским. Поэтому я взял свою бумажную Библию. Меня часто критикуют пасторы, гений проповедующих айпад, и машет его, что это Библия. Теперь я взял Библию. Специально для вас. И он поставил, на самом деле это неправда, просто мой айпад раздражается очень быстро, начал разрядиться. Поэтому я не хочу грешить перед пасторами неправильно. И он поставил одних апостолами, других пророками, и них евангелистами, и них пасторами, и учителями к совершению святых. Вот я хочу, чтобы вы видели, Иисус считал, что для того, чтобы церковь развивалась полноценно, нужно вот эти пять служений. Если будет только евангелист, то вся церковь будет евангелистой. Если будет только пастор, вся церковь это пасторы. Если будут только учители, вся церковь. Поэтому он считал, что балансированная церковь получится при наличии этих пяти служений. Когда они есть, он уверен был, что церковь сможет завоевывать территорию, расти, насаждать новых церквей и быть святыми, и вообще достичь все Божьи планы. Эти пятые. Сейчас я не хочу пропагандировать, чтобы в каждой церкви должно быть эти пять служений. Нет. Но я вот хочу вам что сказать. Вот этот баланс, который во всей церкви из-за этих пяти служений, мы их можем найти в одной церкви не за счет пятигранных служителей, которые находятся в церкви, но само функционирование церкви, балансироваться согласно этого. Вот попробую вам объяснять. Я их называю пять стратегий церкви. Пять стратегий церкви. Когда они есть, церковь в балансе, и церковь здоровая, и церковь растет. Он приводит новых людей, сохраняет тех, которые покаялись, и помогает людям достичь свое призвание и исполнять свое призвание. Первая стратегия. Я их пять называю. Я это называю молитвенную, пророческую молитвенную стратегию. Когда церковь не молится, когда церковь, это не молитвенное служение, это целая стратегия. Я мог бы задать вопрос каждому пастору. Когда ваша церковь молится? Никогда вы думаете, что они молятся, потому что многие пасторы думают, что люди молятся перед едой, обманут, не молятся. Люди молятся перед сном, обманут, не молятся. Люди рано утром молятся. Почему? Потому что три года назад я им проповедовал об этом, не молятся. Но заметьте, не молящийся церковь, слабая церковь. Силы тьмы не поражаются, когда нет молитвы в церкви. И когда я говорю «силы тьмы», я не имею в виду изгнания бесов от одного человека, от той женщины, от того мужчины. Вообще демонические силы, которые направлены и в городе, и там, где церковь. Когда молитвы в церкви нет, нету силы. Сила не только для исцеления, а сила для решения всех вопросов, которые нужно решать. Сила завоевывать новых людей. Молитва важна в церкви. Притом молитвная стратегия, она может быть разнообразная. Я слышал людей, которые проводят детские молитвы. Это мало в церкви, которые такое проводят. Мы проводим, сейчас я сюда приехал, наши дети в воскресной школе, где-то человек сто уехали надрить молитву детскую. И они там молятся, эти маленькие дети, наполняются Духом Святым, выходят на улицу и евангелизируют. Я знаю, что воскресенье мне расскажет о свидетельствах исцеления, которые на улицах произошли через этих маленьких детей. Заметите, молитва важна в церкви, как стратегия. Я знаю людей, которые проводят утренние молитвы, молитвенные завтраки, потому что мужчина, если хочет, чтобы он собрался, покорми его. Вот завтрак, он придет на завтрак, а там побочный эффект молитва. Женские молитвы, они так разговорчивы, лучше дать им о чем-то говорить. Вот один брат сказал, я нашел, как помочь моей жене молчать вечером. Как? Я ей даю семь пунктов молитвы на целый день, пока я на работе. Она выговаривает запас слов, которые ей надо в молитве. Прихожу вечером, она такая молчаливая, запас закончен. Некоторые делают ночные молитвы, некоторые делают дневные молитвы, некоторые делают молодожные молитвы. Вы знаете, любые молитвы, но молитвенная стратегия в церкви нужна. Вот у меня к вам вопрос. Ответьте самому себе. Когда ваша церковь молится? Вы можете как-то указать внутри себя? Здесь мы в молитве вместе, как церковь. И здесь мы молимся, и здесь мы молимся. Если этого нет, то ваша церковь в духе считается слабой. И много не достигнет. И беси не поломаны в вашей территории, вы не преодолеваете так, как должно. И скажу вам, самая большая мотивация в молитве, это пастор, который молится. Это самый мощный мотиватор. Искали узнать, чем можно мотивировать людей в молитве. Пытались и так, и так, и кассетами. И пришли к выводу, молящийся пастор, самый большой мотиватор в молитве для людей. Больше на земле пока еще не нашли. Я вам скажу, когда их нет, вечером не скажу. Но сейчас вам надо знать. Вы главный мотиватор в молитве. Притом не в смысле встать на сцену и сказать, молитесь, молитесь. А самому молиться. Есть большая полуза, когда пастор молится. Первое. Дари Духа Святого в его жизни оживают. Я знаю, многие суперодаренные пасторов, но не проявляются эти дари. Нет живого общения с Богом. Нет. Все, что им надо было бы это, постоянство в молитве, хотя бы на месяц. Давайте поэкспериментируем с вами. Месяц постоянной молитвы, каждый день пастори, и вы себя не узнаете. Многие вещи, которые Бог вложил в вас, начинают оживать. Вот в Африке сейчас идет драка между странами, которые живут вдоль большой реки. Она имеет несколько названий. В Египте заканчивается Нилом. Она называется Нил. Но в Египте это конец реки. А река-то начинается далеко, по-моему, там, где Конго, начинается далеко очень. Огромная река. И он проходит через Эфиопию, заканчивается в Египте. Получается, Египте в самом невыгодном положении в этом. Сейчас Эфиопия решила построить дамбу. И на какое-то время забрали всю воду себе. А Египте говорит, вы что, мы пойдем войною за воду. Но это их дела пусть решают. У них мозги на это есть. Но вот что мне понравилось. Какая-то из этих стран взяла воду, направила в пустыню. Там, где сухо вообще. Это не пустыня, в смысле песок. Это просто сухая земля. Они направили воду. И через время начали растения там расти. Такой зелень, такой все. Не было воды, и все было сухо. Появилась вода, и все, что семена, которые там были, ожили. Пастор, молитва в вашей жизни сделает, чтобы все, что вложено в вашей жизни, ожило. И там очень много вложено. Там дарит духа. Там откровения величайшие. Там такие столкования Библии. Там такие мощные проповеди. Там такие чудеса через вас. Но оно не проявится, пока вы не вернетесь к Богу в общение, в молитве. Это очень необходимо. Я это сам, я теоретически знал. Это однажды Бог меня поругал. Мне нравится, как иногда Бог, когда я не слушаюсь пару раз, Он начинает меня ругать. И вот я где-то стоял, и Бог мне говорил, я готовился к какой-то конференции, по-моему. И Бог мне говорит, Генри, ты в последнее время начал много диметь, но не гореть. А-а-а, диметь и не гореть. Да. Ага. То есть я даю много диму, да. Но не даю огня. Нет. Аж вообще. Мне стыдно. Я даже боялся выйти на стену проповедовать. Я говорю, надо гореть, а не диметь. Да. Я говорю, как мне гореть, а не диметь. Качественное время в общении с Господом. Я даже для себя сделал такое. Я не говорю, что все так должны делать. Я просто рассказываю. Вы найдете свои варианты. Я даже делаю такое. Когда у меня ответственные дела передо мною. Как я поехал в Египет, там угрозы, терроризм. Даже прямо нас хотели бомбить. Пришлось закрыть одно поле, переехать на другое. Целое. Не хочу войти в подробности. Или когда я буду ехать в Дамаск, в Сирию, я еще то же самое повторю. И другие времена. Я уединяюсь на несколько дней. Для поста и молитвы. Выключаю телефон мобильный. Я включаю мобильный телефон три раза в день. Чтобы в это время могли со мной связываться. Много вопросов надо решать. Поэтому в десять включаю. В три включаю. И в шесть вечера включаю. А так выключено. Три, четыре. От трех дней до пяти. Во-первых, я в посте. Во-вторых, я молюсь. Потому что, когда ты не кушаешь, несколько дней легко уснуть и не молиться. Поэтому я не просто в посте и усну. Я в посте и молюсь. Я читаю Библию. Я провожу качественное время с Богом. Я слушаю других проповедников. Читаю книги. Вот вещи, которые я делаю. Молюсь. Слушаю проповеди. Читаю книги. Читаю Библию. Молюсь. Читаю Библию. Читаю книги. Слушаю проповедь. Во время пятидневного процесса я не ощущаю ничего особенного. Но вот, когда я оттуда выхожу, ого, все ощущают. И я начинаю видеть результат. Время, уединенное с Богом для пастора, мое мнение, необходимо время от времени. Не обязательно пять дней. Иногда один день достаточно. Иногда два дня достаточно. Потому что у вас слишком много вложено Богом. Оно не проявляется. Потому что вы похожи на человека, который на дерево. Который может приносить много плода, но корни не вошли глубоко. Пасторам нужно общение с Богом. Поэтому, когда я был совсем новым служителем, я раньше был в Африке учителем математики. Вот я любил математику. Я до сих пор люблю математику. Историю я не любил. Единственное, я любил историю, потому что там легкие оценки. Могу набрать оценки бесплатно, там много работы не надо. А математикой нужно работать. И мне нравится все, что дает мне вызов какой-то. А когда все легко, смысл какой. И вот поэтому... Но я также проповедовал в школе. Я учитель математики и проповедовал. И однажды изгоняли бесов. И они изгоняли одного беса. Привезу девушку в одну церковь, в ассамбле Бога. Пастор тоже не выгнал этот бес. И пастор пригласил своего диакона. Диакон пришел. И этот диакон... Я его презрел, потому что он не так одеть был, как надо. И пахло от него не так, как надо. И поэтому я как-то смотрел на него. Я же учитель математики. Длинный галстук до колена. И там стояло очень важно. И пастор говорит, мы не можем изгонять этого беса. И он говорит, а, это сейчас. Это, повторяю буквально, что он сделал. Бес, даю тебе пять секунд выйти. Раз, два, он сказал, три, бес вышел. Мне кажется, между два и три. Где-то он начал дышать на три, и бес вышел. Я этого нигде не видел. Он говорит, бес, считаю. Раз, два, и нет. Я посмотрел на него. Он был очень неинтересный. И от него пахло рыба. Жареная. И когда мы закончили процесс, девушка свободная, она радуется. Пастор тоже доволен. И я со своим галстуком. Не, я ни в коем случае не... Я не анти-галстук. Я люблю галстуки. Просто учительский галстук. Тогда был такой смешной. Но я решил его провожать. Я спрашивал, как вы это все сделали? Он сказал, это... Все, что вам надо, господин Мадава. Я же учителем был. Будьте другом Божьим. И не только это произойдет, а еще больше. Бог любит постоянство. Сила у вас будет развиваться. Помазание будет развиваться. Но не за один день. Нужно постоянство с Богом. И оно будет расти. Оно будет увеличиваться. Вы даже не заметите, какой момент. Вот оно начнет больше и больше. Но заметьте. Время с Богом. Все великие мужья Божьи с этого начали. И Ален закрылся в комнате. Решил поститься. Жена начала варить еду. Запах дошел до комнаты. Вот почему я советую отъехать от кухни на длинную дистанцию. Потому что как только запах с кухни начинает доходить, как можно поститься в комнате рядом с кухней? Это вообще рискованное дело. Потому что жарят все равно. Удивительно, что запах жареной еды вкуснее, чем самой еды. Но вы понимаете, поэтому время с Богом. Скажи да, аминь. Молитва должна в церкви быть. Горячая, живая молитва должна быть на уровне детей, молодежи, подростков, мужчин и женщин. И не говорите мне, что планета Де, мы только в французле показываем картинки, вы уничтожаете детей. Кто вам сказал, что дети не способны молиться? Кто вам сказал, что дети не способны молиться за полных? Я иногда в церкви приглашаю наших деток. Семь лет, восемь. Когда я им говорю, завтра воскресенье, ребята, вы молитесь за полных? Они в посте. Я спрашиваю одну, что ты постился? Я гаджет не взял уже два дня. Вот ее пост. И что интересно, Бог уважает это. И они пришли. Я помню, одна получила славознание, ей семь лет. Отходил, дядя, дядя стоит, такой целичка. И она же не может. Я подошел, взял ее, поднял. Возлагал руку, вы бы видели, как это, целичный танк, человек. Бум! В Духе Святом. Иногда мы, пасторы, из-за нашего ограниченного знания, мы принимаем решение. Дети не могут. Дети могут. Только учите их, и они сделают. Учите их молиться, они будут молиться. Учите их молиться за людей, они будут молиться. Чему вы учите, то они и сделают. И время фланелы только для детей. Это было в 90-е годы, Совет Союза упал, но вы знаете, Запад, фланелографы, на самом деле, есть Библия для детей тоже, чтобы они знали Бога с раннего возраста. Заметите, молитвенная стратегия. Вторая, это евангелизационная стратегия. Заметите, это не одно служение евангелизации, это стратегия. Вопрос задается, когда наша церковь достигает неверующих? Когда? Потому что часто мы как церковь молимся и сидим. Что вы сидите? Мы молились, и мы ждем, чтобы неверующие пришли. Неверующие, напуганные, идеей ходить в церкви. Помните, ну, не знаю, многие из вас, может быть, вы пьяные зашли в церковь, вы не помните, как вы зашли. Но если вы трезвым был, была барьера между вами и церковью. Вы боялись. По крайней мере, я боялся. Я не вырос в Советском Союзе, и у меня не было такой обработки, как было в Советском Союзе. Там была другая обработка. Везде, в каждой стране, есть обработки против живой церкви Иисуса Христа. Везде. Мы их назвали фанатиками. Для нас, здесь секту называют, а там фанатики. И для нас слово фанатик было ругатовское слово. Ты что, меня за фанатика считаешь? Поэтому, когда мне сказали в церкви, я сказал, они фанатики. А что ты имеешь в виду? Я говорю, а они в церкви танцуют? Да. О, фанатики. Они руки поднимают? Да. О, нет. Они на иных языках говорят? Да. О, я не пойду. Фанатики. Точно. И мне языки было главное доказательство. Поэтому получается, что я пришел к выводу, что неверующий, мы можем молиться, мы можем как угодно, но неверующий, у него барьер пойти в церковь. Единственный метод, я могу удочки подготовить. Я люблю рыбу. Вот, я помню, однажды взял свои ребята, поехали ловить рыбу, мы поехали, три часа дня приехали на озеро, жарко летом ловить рыбу, и я пришел платить деньги, и мне говорят, вы уверены, что вы хотите платить деньги? Это три часа дня. Вы можете ничего не ловить. Я говорю, ну ладно, будем ловить, потом платим деньги. Сколько килограммов? Килограммов. Сказали, ну, Господи, спасибо за вашу оптимизм. Говорит, сейчас три часа дня. Быстрее всего у вас не будет ни килограммов и ни граммой. Я думаю, о чем это он говорит? Мы пришли туда, вообще, мы стояли и так, и так, ничего не вышло. А жена дома готовится, ждет рыбу. Поэтому я сказал, ребята, знаете как, у меня деньги есть, давайте купим. Там человек стоял с рыбой уже, пойманной. Мы купили пять таких сил больших, взяли домой. Я хотел прикидываться, что я хороший такой рыбаком, но дочь выдала всю тайну, рассказала маме всю истину. И поэтому, но если я соберу удочку, все, что надо, и не пойду там, где рыба, никогда не смогу иметь рыбу. Неверующие не живут в церкви. Грешники не живут в церкви. Почему? В церкви не могут грешить. Поэтому им не нравится церковь. Если мы хотим быть церковью, которая растет, мы должны отвечать на вопрос, когда мы евангелизируем? Когда? Должна быть ответ от вас сейчас, пастора, самому себе, когда ваша церковь евангелизирует? Когда? Потому что рост не будет, если мы никогда не идем к неверующим. Мы на собрания, мы празднуем, кто-нибудь пришел к нам, раз в месяц кто-то зашел, поверьте мне, церковь от этого не будет расти. И точно так же просто выйти на улицу и останавливать людей, покайтесь, это тоже не сделает все дело. В отличие от собаки, Бог дал человеку, особенно пасторам, творчество, много даров в церкви, разные таланты. Если выйти на улицу с этими талантами, удивительно, как можно много людей приводить к Господу. Я помню, однажды мы вышли к людям с медицинской командой. Они проверяли щитовидку, проверяли это, проверяли это. Задача каждого врача с момента, как человек заходит на проверку, он должен слышать об Иисусе, покаяться, раньше, чем он выйдет из УЗИ. Это сертифицирование врачей, бесплатные проверки, и люди с удовольствием. Потом несколько больницы подключились вместе с нами, потому что, например, которые хотят вопрос ВИЧ и гепатит, они включились с нами, и до сих пор они нас умаляют, ничего не делать без нас. Они на месте проверяют ВИЧ, и мы рядом, потому что, когда человек узнает, что у него ВИЧ, а он в свою жизнь не думал, что нет, меняется лицо кардинално, и надо там быть, помочь ему. И удивительно, я однажды, мы вышли на улицу, сделали футбол на воде летом, мы сказали, футбол, папы против сыновей, да, в парке, там 3-4 площадки поставили, с водой, неверующие пришли со своими сыновьями играть в футбол, дочь и мама стоят, удивительно, что мама и дочь были за сыновей, и смешно было, потому что в воде, вода, ну, немного, оно так, искалзает, падает, папа и сын упали, вообще, все смеются, ха-ха, и в это время все мы приводим к Иисусу Христу, а футбол их привел, удивительно, что мы взяли Терикс, знаете, вот эти Терикс, которые используются для физического развития, взяли в парке бесплатные тренировки на Терикс, и все ребята крутые, с несуществующими плечами, которые пытаются показать, что есть, их нет, мы им помогли, поигрались, они покачались, сейчас они уже как команда, мы вошли во дворах, нашли ребята бездельников, создали, у нас сейчас 16 команд дворовых молодых, подростков, которые играют в футбол во дворе, оно не только церковное, потому что, если ты так делаешь, уже даже чиновники хотят помочь в этом, а наша задача, они должны молиться, слушать Библию, каяться, сейчас парень взял молодожь в городе бейсболную команду, создал, они должны, они сейчас уже почти половину крещеных Духом Святым через бейсбол, поэтому, я не говорю о том, что вы ходите просто, говорит, покайтесь, найдите, какие у вас дари, таланты в церкви, используйте их для достижения неверующих людей, вот это я слышал один, этот, Томи Банель сказал, у него один человек работал переводчиком, и однажды приехал целый корабль, там, французы, где-то полтора тысячи человек, французы, которые с кораблями в их городе, и он предлагал, чтобы они пришли в церковь, и он говорит, пастор, во вторник вечером я пригласил две тысячи человек, которые говорят на них языках, чтобы ты пришел проповедовать, а я буду переводить, он думал, что это шутка, во вторник две тысячи французов, говорящие на французском языке, не на них языках, как он говорил, с переводом, проповедовали, покаялись, и церковь во Франции пополнилась на две тысячи человек, сам пастор не достиг от человека из церкви, и имел понимание, наша церковь, мы используем все возможности. Вот заканчивая эту сессию, одно из самых привлекательных методов евангелизации, это учить женщин наносить на себя грим. Я не понимаю, что это за глупость, но надо учить. Когда мы объявляем в городе бесплатное обучение, как сделать себя красивым, вы бы видели, кто туда заходит, такие каблуки, Господи, такие важные, сидят, наша задача, они должны каяться за это время, принимать Иисуса, креститься Духом Святым, и вот, и получается, они учатся, как это, гримироваться, как это, как то, они это, их учат, как понимать, и последнее, что мы сделали недавно, молодежь, кем мне быть в жизни, да, учусь, порой часто учатся, не потому что это мне нравится, а потому что Бали, школы не так позволяют, и как найти себя в будущем, а у нас много, и у вас тоже, наверное, в церкви есть такие люди, лекторы, какие-то люди, которые понимают хотя бы, как выбирать себе специально в будущем, сделали бесплатную встречу в городе, как выбирать свое будущее, куда идти, как определить себя, кто я, и они пришли, и первое, о чем они слышали, что Бог на первом месте, не все каются, потому что некоторые из них айтишники, но я не говорю, что айтишники не могут каяться, я просто говорю, что некоторые далеко с татасферой там живут, получается, в любом случае можно использовать разные методы, таланты, не меняйте Евангелие, не меняйте Библию, но меняйте подходы и методы, мы живем в обществе, которое меняется каждый год, каждый раз, мышление людей меняется, окружение меняется, необходимо уже творчество включить, но евангелизм должен быть в церкви, когда мы идем туда, где неверующие, чтобы передать им благую весть, чтобы они пришли к Иисусу Христу, аминь.